Взрыв Здравствуйте, люди! Здравствуйте, нелюди! Это снова я! Вы опять на канале Крыса! С вами снова моя наглая рожа, замечательный голос, отросшая к мотосезону борода И вот этот замечательный детектор, который уже где-то года два позволяет мне безошибочно определять в комментариях малолеток и промытышей Да, вот такое вступление Сегодня у нас очередное видео про ножик, вот про этот Мне так было в лом его снимать, я две недели не мог собраться это сделать И потом решил, ну сниму я его как-нибудь, как получится, и пусть мне будет в лом снимать какое-то другое видео, да? Ну, в конце концов, я же ничего не теряю Теряют только те, кто будут это смотреть Именно поэтому сейчас, если вы не являетесь совсем уж радикальным фанатом моего творчества И наткнулись на это видео, чтобы посмотреть на ножики, что-то там, не знаю, послушать для себя интересное Вы, скорее всего, это здесь не найдете Это видео для хардкорных любителей непосредственно меня Ну вот, как-то двусмысленно прозвучало, да? А про ножики тут будет постойку-поскольку Потому что, ну реально, ну настроение вот именно снимать обзор как обзор Какие-то там точные данные, какие-то картинки, это все Ой Вообще, честно говоря, вся эта ютубовская тема Уже немножко задолбала Ну, об этом мы поговорим в следующем сюжете А сегодня давайте все-таки про ножик Итак, что у нас сегодня в фокусе обзора У нас относительно новая модель Спайдерка Шаман Не всем еще знакомый Но многими уже виденный на картинках И у многих уже вызывающий закономерный Так, не тот глаз закрыл Закономерный интерес Вот Это модель, произведенная на основных американских мощностях Компании Спайдерка Которая правильно читается Спайдерка Не устаю вот это вот упоминать Ну, кому как нравится Это USA, Golden, Colorado, Планета, Земля Как здесь, в общем-то, это и написано Классические материалы Классические формы Дизайн Селла Глессера Собственно, основателя этой компании И самого главного ее мозга Тут стоит отметить Что если раньше Спайдерки Выгодно выделялись среди всех ножей Именно эргономикой Что их проектировали Чтобы они были максимально удобные А то, как они выглядят, уже было вторично В последнее время Компания стала отходить от этого стандарта И стали делать ножики Чтобы шокировать внешним видом А эргономика от этого стала сильно страдать Очень много моделей появилось Которые Вот Прекрасной Вот этой вот нездоровой Спайдерковской красой Но когда мы берем их в руки Мы понимаем Что, в общем, основная суть Эргономика Удобства Оно уже куда-то убежало Так мы плавно подходим К тому Как этот ножик у меня появился Когда я его купил Это было абсолютно неожиданностью Потому что я ехал совсем за другой моделью Я ехал за моделью Миртл Вот Можно посмотреть Это как раз типичный представитель Современных дизайнерских спайдерок Которые Выглядят ох как Но при этом Когда мы их берем в руки Мы понимаем Что что-то здесь Не то Вот, собственно, и было не то Но мне он показался очень неудобным при открывании Я допускаю Что кому-то он таковым не покажется У кого-то другие руки Более там, может, тонкие пальцы Не знаю, может, более длинные Но Миртл мне не залег Ну не уезжать же домой с деньгами Правда? Я поехал купить себе очередную Не соврать То ли 14-ю То ли какую-то по счету Спайдерку И я должен был ее купить Перещупал пол витрины И новые модели В общем-то оказались Одна другой хуже В конце концов Ну вот чуть ли не в последнюю очередь Взял я в руки Вот этого вот самого Шамана Ну Внешне Он вообще абсолютно Как бы не был мне интересен Но когда я его взял в руку Я понял Что внешность-то бывает обманчива То есть такая Совсем-совсем Классическая форма Но при этом вот Замечательная именно Паучащая вот эта эргономика Которая нам всем нравится Не всем Далеко не всем нравится В спайдерках Но Именно за это Многие их и любят В итоге уехал я домой С этой замечательной моделью Конкретно Что из себя представляет Эта модель Ну вот что-то до боли Знакомое Да? Не, ну все спайдерки на одно лицо Все дырявые Все глазастые Это мы все знаем Есть у спайдерок Ряд так называемых Флагманских моделей Это Небезызвестный Милитари Кстати он у меня тут лежит Можно на него еще раз посмотреть Все знают Что я его не очень люблю Вот Это модель Которую Если можно выразиться Современным языком Так форсили То есть ее Пропихивали целенаправленно И в общем Это такая легенда рынка Отчасти искусственно созданная Но при этом Очень многим милая Опять же Многим нравящаяся Также Есть ряд флагманских моделей Которые в общем-то Никто специально Никуда не пихал Они стали известными Просто потому что Они хороши В числе этих моделей У нас Младшая Сестра Если можно так выразиться Ножа спайдерка Милитари Это Пара Милитари Ну Отличается в первую очередь Размерами И замком Компрессион лоб К этому мы еще придем Потом Это модель Мэникс Претерпевшая Великое количество Реинкарнаций В свое время Там и замки менялись И проще сказать Вообще Что там не менялось И геометрия клинка И Ну Ножки непростой судьбы Но при этом Имеющие ряд своих почитателей Пусть не столь многочисленных Как у Мил и Парамиль И также Это модель Нейтив Здесь мы видим Модель Нейтив 5 Который От того Чем этот нож Был изначально Очень сильно Ушел Раньше Нейтив Выглядел совсем по другому Имел Намного более Аристократичную Геометрию Клинка Не было Вот этих Дурацких Флетовых спусков Вот старый Нейтив У меня даже есть Вот это Если мне память Не изменяет То ли второй То ли третий Я уже сам У них запутался У Нейтива Раньше было Фальшлезвие У него были Вогнутые спуски И кстати При такой длине Ему был жизненно Необходим Серейтер Потому что Недлинный Клинок И с не очень Выраженным Радиусом Радиус Тут конечно был Вот он С серейтером Конечно Намного Намного Более эффективен Так же Эту модель Мы любим Мы любим За то Что она Вот у нас Так Очень капитально Умеет Садиться В руку И при коротком Клинке Позволяет Нам дать Пререзе Значительные Усилия Нейтив Со временем Эволюционировал Или деградировал Это кому как больше нравится Отчасти одно Отчасти другое Естественно Скатились Вот к этой Проходной Геометрии С плоскими Спусками Но При этом Рукоять Стала более Основательной Рукоять Стала разборной В некоторых Вариантах Там даже Появились Стальные Лайнеры И Нейтив Стали делать Из великого Количества Всяких Разных Сталей Вот В частности Многие Полюбили Вот этого Самого раннего Нейтива За то Что в своё время Он сначала был Из ВГ-10 Потом Его стали делать Из С-30В Из порошка И в какой-то момент Это был Самый доступный Нож Из Новый На тот момент Порошковый Стали С-30В С высоким содержанием Ванадия И На волне Этого Он получил Свою популярность Потом Когда порошки Стали скорее Нормой Чем исключением Этот плюс Конечно Уже Отошёл На задний план Но Любовь к нейтиву У многих Осталась Поэтому Эту модель Также Продвигали Развивали И она Выпускалась И выпускается По сей день Только в новых Вариантах Кстати Если мне Память не врёт Она мне часто Врёт Потому что Я очень часто Путаю каталоги Разных годов Меня на этом Уже неоднократно Ловили У меня Спайдерковские Каталоги В памяти Путаются И там Были случаи С одним человеком Чуть не подрались Из-за того Что он доказывал Что в каком-то году Какая-то модель Выпускалась А я им говорил Не выпускалась Я оказался Не прав Тогда Прикиньте Так бывает Да Вот Но я это Осознал Уже очень сильно Позже Потому что Меня перемкнуло И разных Каталогов Как-то у меня Информация Сложилась в одну Вот Ну Не суть Так вот Если память Вот эта вот самая Мне не изменяет То Нейтив с фальш-лезвием В какие-то годы По-моему Снова начал выпускаться Параллельно с пятым Может меня и глючит Может мне это приснилось Итого В какой-то момент Как я понимаю Сэл Глейсер Понял Что Надо делать Очередной шедевр Хватит Давать свою компанию На откуп Всяким приглашенным Дизайнерам Которые делают Уродов Которые в руках Не лежат Хватит Ну нет Не хватит Конечно Ездить на старых Флагманах Уже заезженных Которыми всех Накормили И пора Сделать Новый шедевр Модель Которая возможно Станет новым флагманом Я надеюсь Она таковой станет Так мы Плавно Пришли Шаману Шаман Сочетает В себе Все плюсы От трех Вот этих Моделей Нейтив Парамилитарь И Мэникс От кого-то Здесь больше От кого-то Меньше Ну первое На что у нас Падает взгляд Это клинок Который Очень похож На пятого Нейтива Но при этом Все таки От него Несколько Отличается И отличается В сторону Как раз Мэникса Отличается Формой И что немаловажно Отличается Размерами То есть Это ножик Средний Складень Такой Он конечно Короче чем Милитари Но По эффективности Они практически Равны Милитари Подлиннее Но здесь Мы имеем Клинок Значительно Более массивный И значительно Более прочный При этом Я бы не сказал Что он как-то Разительно Хуже режет Приятно Что Спуски Здесь Конечно Высокие Но они Во-первых Сделаны По уму Они Сочетаются С широкими Подводами К режущей Кромке Это Не тройной Клин То есть Если мы Посмотрим На милитари То мы Увидим Что он Равномерно Сужается В переднюю Часть Здесь Сужение Начинается Только Вот здесь То есть Мы получаем Относительно Острый Нос При этом Такой Здоровенный Мощный Хребет Этот Хребет Здесь Даже Немножко Акцентирован То есть Спуск Сделан Не совсем От него А именно Чтобы усилить Вот эту Верхнюю Часть Как раз В том Месте Где Ответка Здесь Сделали Такую Бровку Своего Рода Это Пошло Ножу На пользу И режущих Качеств Никак Не Снизив Также Что еще Мы тут Имеем Замок Компрессион Лок Многим Он кажется Диким Некоторым Я не могу Понять Почему Он кажется Слабым Говорят Что он Как-то Не вызывает У них Чувство Уверенности Ну Извините Замки В которых Элемент Работает На сжатие Они Самые Прочные Самые Надежные Возможно Этот замок Ну По надежности Второй После Триоблока Здесь Принцип Не такой Совсем Как у Лайнера Потому что Многие Путают С лайнером Здесь Как раз Фиксирующая Пластина Замка Она Между Опорным Штифтом И Клинком Она Работает На сжатии То есть Чтобы Сложить Его Через Силу Надо Кусок Металла Просто Смять Сам В себя Может Конечно Он До конца Не зайти Не закрыться Но Вообще С такими Замками Этого Я Не замечал Проблема Этого Замка Когда Он Новый Он У многих Люфтит Со временем Этот Люфт Уходит То есть Он Притирается Он Начинает Заходить Куда Нужно Так что Если Совсем Небольшой Люфтик У нового Этого Ножа Есть Это Не Проблема Это Не Бэклок Который Со временем У вас Он Люфтил Немножко А потом Начнет Люфтить Еще Больше Потому что Разносился Замок Компрессион Лок Я Им Очень Долго И С удовольствием Пользуюсь На одном Из моих Самых Любимых Складных Ножиков Там В десятке Самых Лучших У меня Был Если Помните Это Йодзимба 2 Здесь Тоже Компрессион Лок Сравнимые Размеры Ну И на этом Пожалуй Их Сходство Заканчивается Ну Разве Что Материалы Еще Те Самые Тоже CPM 30W Тоже Который Для удобства Должен У нас Глубоко Уйти В ладонь То есть Мы должны Его так Плотно Взять Обхватить Упереться В сам Клинок Клинок Короткий Именно Опять же Чтобы резать Большим Усилием Здесь Рукоять Позволяет У нас Великое Множество Хватов Рукоять Она Все таки Что то Среднее Между Нейтивом И Парамилитари То есть Можно Посмотреть На Нейтив Но У Нейтива Она Короткая За счет Этого Такая Тоже Глубоко Уходящая Более Рельефная Здесь Что то Среднее Как раз Нейтив Парамилитари Мэникс Что то Равноудаленное Рукоять Позволяет Держать ее Как так Так И в общем То С этим Глубоким Уходом То что Нам нравится В Нейтиве И Йодзимба Рукоять Очень удобная Рукоять Что Приятно Она Со Сглаженными Вот этими Самыми Углами Которые Кстати Многим Очень нравится На спайдерках Говорят Это добавляет Уверенности Хвата Они все Угловатые Здесь Все таки Наконец-то Пошли По пути Проторенным Бенчмейдами Что Нож С гладкой Рукоятью В руке Лежит все таки Комфортно Он меньше Наминает Углами Ну Понятно Что Это не нож Которым Работает много Понятно Что это Такой EDC Который Используется Сейчас оно по мелочи И Какая-то там Сверхудобная Рукоять Для длительного Нарезания Канатов Здесь Не нужна Но Эта рукоять Конечно Приятная И очень здорово Ложится в руку GTN Здесь Не Текстурированный То есть Он гладенький Здесь нету Вот этой Замечательной Терки Которую Мы так любим Не Ну какая-то Есть Но Здесь Это все Более Гладко За счет этого Рукоять Тоже Более Приятно Это нож Который Можно Выбрать На ощупь То есть На вид Он вас Может быть Не зацепит Но Взяв его В руки Он вам Может Очень понравится Еще интересный Момент В конструкции Который Здесь есть Это Вот такой Спейсер Стальной Очень Массивный В задней части Это реально Кусок стали Здоровый Толстый Многие Спрашивают Зачем Это Здесь Сделали Вообще Это Ересь Какая-то А все Непросто Его сюда Запихали Для баланса Это очевидно Потому что Ну Делать Такую Массивную Деталь Исключительно Ради Дизайна Никто бы Не стал Это Это Добавляет Рукояти Баланса И Возможно Это один Из моментов Который Также Очень положительно Влияет На эргономику Этого Ножика То есть К чему Я все Это повторюсь Еще Вот раз Чтобы Сразу Дошло Нож Очень Удобный Вот Ну Божья Искра Это Вот Те самые Старые Добрые Спайдерки Какими Они были Много Лет Назад Живая Еще Компания Не скатилась В мейнстрим Теперь По поводу Того Как он Режет Вот К слову Упомянутый Рез Канатов Может Кто-то Помнит Мое Февральское Видео Про Каджеки Это Которые Мы Вместе С Лисодомом Снимали И Там Мы Резали Канат Этими Самыми Каджеками Говорили Что Вроде Как бы Режет Он Его Неплохо Каджек Действительно Канат Режет Неплохо В промежутке Между съемками Прикола Ради Когда Отдыхали Пили чай У меня Был с собой Шаман Я просто Подумал А как Он режет Канат Есть Канат Есть Доска Много Каната Много Доски Можно Взять И Порез Я Достал Резанул Пару Раз И Понял Что По сравнению С Каджеками Он режет Просто Божественно Стилвиллу До него Как до луны Пешком Я не знаю Почему так Может быть Это геометрия Сведения Может Это ширина Клинка Как-то Углы Дает Но Факт Что режет Он Лучше Просто Несравнимо Ну Я не буду Говорить Что я Такой Замечательный Заточник Что я Его То скорее всего В общей Геометрии Клинка То есть Рез тут Изюмительный От слова Изюм Чего Это отсылка К похабному Анекдоту Которую я С вашего Позволения В эфире Рассказывать Не буду Вот Но режет Этот клинок Хорошо То есть Говорить о том Что вот Милитарь Это резак Скальпель Карманный А это Не резак Ну Нет Конечно Он сведен Потолще Но при этом За счет Относительно Широкого Клинка То есть Вот этого Равномерного Перехода Спуска К режущей Кромке Получается Угол Между подводом И спуском Очень небольшой И вот это У нас Для реза Самое главное То есть Он Хорошо Лежит в руке Хорошо Режет Сделан Из Замечательной Порошковой Стали С высоким Содержанием Ванадия Но при этом Это не суперсталь Это сбалансированная Старая добрая Тридцатка Ну Многие считают Что это Пожалуй Лучшая на данный момент Из средних Сталей Ну лучше может быть Только С-35 ВН Они чуть-чуть Различаются Тут уже Каждому Своё Сталь Очень сбалансированная И здесь Надо отметить Что обработана Она По Спайдерковским Понятиям Очень хорошо Ну Часто ругаются Что пауки Тридцатку Делают мягче Чем она могла бы быть Делается это В угоду Лучшей механике Но при этом Немножко страдает Износостойкость И в первую очередь Страдает Вот эта вот Самая первая Бритвенная острота Которую мы Только-только Навели А потом Раз-раз Он нас Брить перестал То что он После этого Режет Режет И режет Вот некоторым Наживанам Это не так важно Важно Чтобы он Очень долго Брил Ну наверное Они бреют им Очень большие площади Как это еще объяснить Ну просто Какой-то нездоровый Перфекционизм И вот здесь Надо к чести пауков Сказать Что то ли Это получилось случайно То ли они все-таки Взялись за ум И по сравнению С теми же самыми Йодзимба 2 Который был куплен Значительно раньше И Милитари Который был куплен Еще раньше Здесь Из той же стали На том же заводе Клинок Сделан все-таки Потверже Возможно он получился Более хрупким Но при этом И более Износостойным И вот эту Самую первичную Остроту Он держит Несравнимо лучше Итого В целом Шилота Получилась Очень занимательная Но Сразу могу сказать Что Любимым моим ножом Он все-таки Не станет Он даже В десятку Не войдет Возможно Этот нож Будет у меня Одним из Наиболее часто Используемых Потому что Он удобный И он Практичный И функциональный Может быть часто Носимых Но вот этой вот Душевной Тяги К нему У меня Я уже понял Что не возникнет Он Слишком Простой Ему Безгранично Далеко По харизме Например До второго Чинука Да Или Например До черного Соболя Он Даже на фоне Такого близкого К нему Йодзимба 2 Кажется Каким-то Скучным И неинтересным То есть Это нож Категории Все-таки Того же Самого Мэникса Только Исправленный И улучшенный По всем Параметрам Или Нейтива Только Больше Так что Если Вам нужна Рабочая вещь Практичный Инструмент Очень удобный Очень функциональный Очень резучий Ну Впору Идти в магазин За шаманом И он Вам будет Служить Верой И правдой Если Вам нужно Что-то Фетишистское Что будет Отражать Ваш характер Будет Помимо Функциональных Качеств Еще и Атрибутом Будет Как-то Внутренне Вас радовать То возможно Эта модель Не такая Ну Таким Его и сделали Таким Его и задумывали Сделать Вот Ну и под конец Повествования Чтобы Вас Немножко Еще повеселить Название Почему Эта модель Называется Шаман Выросла Она Все-таки По большинству Параметров Из пятого Нейтива Пятый Нейтив Соответственно Через много-много Поколений Вырос Из первого Нейтива Который Был просто Нейтив Что такое Нейтив Нейтив Это коренное Население По-английски Это собственно Вот Местные Которые там Жили постоянно Поскольку Оба эти ножа Сделаны в Америке Соответственно Коренное население Америки Это индейцы То есть Нейтив В Америке Это индейцы Местное население А Такой Большой Нейтив Который Превосходит Обычного Нейтива По всем Параметрам Крутой Индеец Самый крутой Индеец Это кто? Нет Это не вождь Это шаман Потому что он с богами Разговаривает И с духами Вот Вот поэтому Этот нож и называется Шаман Вот так Все просто И логично Ну на этом я Сюжет Пожалуй закончу Он получился Довольно веселеньким В самом начале Когда я только За него садился Я думал Он будет более мутным Как-то разогнался Поймал кураж Ну теперь буду Собираться с мыслями Чтобы снять Следующее видео Оно будет Не о ножиках Оно будет Такое Общеболтательное И надеюсь Оно будет Все-таки Не через месяц А побыстрее Но я часто Так обещаю Да Вот С вами был Александр Герцен Канал Крыса Наглая крысиная рожа На фоне Ковроручной работы Всем любви Удачи И котят Там всяких И конфеток Там и прочим До скорых встреч